В эфире программа Иркутск. Сегодня мы говорим о городе и его людях. В студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! И сегодня поговорим о Ленинском округе Иркутска. Там в этом году преобразилось многое, начиная от стелы на въезде и заканчивая общественными пространствами на отдаленных территориях. Как раз об этом наш сегодняшний сюжет, а сразу после него поговорим с главой округа Татьяной Жичиной. Центральная площадь станции Батарейной наконец-то стала гордостью местных жителей. Осенью здесь обустроили площадку для отдыха. Установили лавочки, урны, тренажеры, на которых могут заниматься не только дети, но и взрослые. И главная радость мальчишек – новый спортивный корт с современным покрытием. Они играют в баскетбол и футбол. Кажется, готовы гонять мяч круглосуточно. Теперь мы каждый день играем на ней в футбол. Вот у нас здесь все хорошо играет в футбол. И даже в такой мороз? Да, мы одеваемся тепло и идем играть в футбол. Теперь жителям станции Батарейной есть где собираться всем вместе по праздникам. Они уже планируют, где поставят елку и договариваются встретиться на обновленной площади в новогоднюю ночь. Здесь раньше вода стояла, грязь непроходимая была, и молодежи негде было собираться. А сейчас вот построили такую хорошую большую площадку, где собираются люди. Председатель ТОС «Станция Батарейная» с гордостью показывает новую дорожку через рощу. Здесь теперь стоят скамейки, рядом с каждой урна появилась новая детская площадка. Эта сосновая роща – любимое место для прогулок всех жителей. Люди долго добивались, чтобы территорию благоустроили и признали реликтовой. И вот в этом году в рамках проекта «Народные инициативы» природный парк обрел новый вид. Чтобы сохранить сосны, у нас тут было очень много больных сосен. Более 15 штук выпилили сосен. И надеемся, что эта роща сохранится для наших потомков. Очень бы хотелось, чтобы наши дети так же гуляли по ней, как гуляли наши отцы, бабушки и мы. Сейчас жители Батарейной мечтают провести в любимую рощу освещение. Теперь они уверены – даже в самых отдаленных территориях Иркутска возможны перемены к лучшему. Марина Беклемишева, Константин Синицын. Иркутск. Сегодня. И сегодня у нас в гостях глава Ленинского округа Иркутска Татьяна Жичина. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш округ в следующем году, в 2020-м, отметит такую большую дату. Это столетие округа. Я знаю, что вы уже готовитесь к этому событию. Вот как проходит подготовка? Конечно, на сегодняшний день созданы рабочие группы, которые работают над созданием фильма, над созданием книги, трилогии, над созданием таких мероприятий, которые будут в течение всего 2020 года сопутствовать наше празднование именно столетия. Конечно, подготовка гала-концерта, который будет именно в Ленинском округе. Очень много мероприятий, которые предусмотрены для жителей Ленинского округа. Все видят, что реконструкция произвелась в Стелла в Ленинском округе. На сегодняшний день новая Стелла радует глаз именно жителей Ленинского округа. На ней запечатлены именно те птицы особо охраняемых территорий водно-природного комплекса, болотного, который расположен в Ленинском округе. Что касается вообще общественных пространств, я знаю, что тоже большое внимание вообще всем пространствам уделили. И у вас появился обновленный сквер «Россия». Расскажите об этом. Конечно. Сквер «Россия» — это вообще первый этап, который начал Дмитрий Викторович Берников, придя именно в Ленинский округ. И начиналось благоустройство с парка «Россия», на месте которого никогда ничего не было. Там были дикорастущие деревья. Сейчас это красивый сквер, который очень любят наши жители Новоленина. Мы благоустроили и лестницу «Россия», которая ведет от сквера к улице Роза Люксембург. И рядом стоящий стадион 38-й школы. И теперь сквер «Россия» — это то место, общественное пространство, куда люди приходят и с детьми, и также посещают люди более преклонного возраста. Уделяем, конечно, внимание всем общественным пространствам. Это и второй Иркутск, это сквер мира новый появился на улице Сибирских партизан, Жукова-Шпачика. Это заброшенный был сквер, которому давали название «Алкопарк». На сегодня это замечательное место, где гуляют, где все лето проводили каждый четверг танцевальные мероприятия. Это сквер на пересечении Марии Ульянова и Маршала Говорова. Также во втором Иркутске с новой сценой, с тротуарными дорожками, с велодорожками, с детской спортивной площадкой. Это всеми заброшенный был «Парк Победы» во втором Иркутске. На сегодняшний день уже второй год подряд мы его благоустраиваем в рамках народных инициатив. Я знаю, что в каждом округе Иркутска большое внимание спортивным объектам уделяется, особенно которые расположены при школах, школьные стадионы. Вот расскажите, как у вас в округе с этим? Школьным стадионам большое внимание уделяется. С 2016 года начали благоустраивать именно школьные стадионы. Это и стадион «Большой локомотив», который с искусственным покрытием в Новоленино. Это и стадион 38-й школы с резиновым покрытием, две многофункциональные спортивные площадки, свое футбольное поле. Это и стадион в этом году благоустроили 42-й школы в Жилкино. Это стадион 30-й школы по народным инициативам. Также стадион благоустроили в 40-й школе. Там поставили многофункциональную спортивную площадку с резиновым покрытием. В 45-й школе поставили спортивную площадку, также многофункциональную. В 67-й в этом году. Внимание очень большое уделяется, потому что большую часть времени дети проводят все-таки в школах. И после школы они, как правило, бегут все на пришкольный стадион и проводят свои массовые спортивные мероприятия. Теперь к детской теме. Новый детский сад у вас построили в 20-м Советском переулке. Он уже принимает. Вот сколько там детей и как вообще с местами в детских садах планируете ли новые строить? Самый первый, самый большой детский сад появился именно в Ленинском округе на 20-м Советском переулке. Количество мест 350 рассчитано. На сегодняшний день 270 детей посещают это детское учреждение. Ежегодно мы стараемся строить хотя бы по одному садику именно в Ленинском округе. На станции Батарейные в 2018 году был построен новый садик на 140 мест. Конечно, очереди есть. Потому что нехватка детских дошкольных учреждений, она есть по всему городу. Она существует, но над этой программой работают. И Комитет по городостроительной политике на сегодняшний день ведут полностью проектные работы по строительству нового садика в районе эволюции, который динамично развивается ежегодно. И микрорайон Березовый рядом. В общем, с этим вопросом работают. Ну и теперь к дорогам. Дорожная тема тоже такая большая. Реконструкция улицы Баумана. Она рассчитана не на один год. Вот в этом году начали. И вообще расскажите о дорогах новых, о тех, что планируется сделать, что уже сделали. В Ленинском округе ежегодно делается больше 10 километров дорог. Ремонтируются в рамках программы безопасной качественной дороги. В этом году мы не отступаем от темпов. У нас были отремонтированы во 2-м Иркутске улица авиастроителей, улица новаторов полностью на всем участке, улица Жукова. Это главные улицы 2-го Иркутска. В Новоленино была отремонтирована улица Василия Ледовского, переулок 18-й советский с новым устройством, и тротуаров, и лестниц, также с поручнями. Уделяется очень большое внимание, конечно же, и реконструкции улицы Баумана. Люди ждали этого проекта. Этот проект очень долгие годы лежал, но на сегодняшний день мы приступили к реконструкции. Реконструкция на 3 года, проект трехлетний. В этом году у нас удалось именно с 21-го советского проложить участок до 20-го советского. Вынос сетей и теплосетей, и всех существующих коммуникаций, и полностью идет строительство ливневой канализации, потому что ее нет в Ленинском округе. И та существующая канализация, которая по улице Роза Люксембург, она не справляется. Какие планы по работам на юбилейный 2020 год? Юбилейный 2020 год мы планируем во 2-м Иркутске отремонтировать улицу Сибирских партизан, также продолжить ремонтировать улицу Полярная, улица Трактовая. В общем, работ очень много, планы большие. И еще хотелось бы, конечно, сказать, что большее внимание уделяется и дворам, потому что общественные пространства, но люди хотят, выходя из дома, все-таки комфортно находиться на придомовой территории. В этом году мы благоустроили 20 дворов, это по минимальному перечню, и 13 дворов, это комплексно по программе формирования комфортной городской среды. Спасибо вам большое, Татьяна Валерьевна. И мы желаем вашему округу войти в юбилейный год, процветающим, чтобы все проекты осуществились как можно лучше. Спасибо вам большое. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что провели это время с нами. До встречи.